меня родители постоянно выгоняют на улицу, ну блин, ну ребята, ну как бы, ну 4 недели назад я сказал то, что будет жопа, жопа уже начинается, как бы, поэтому можете мне поверить, в принципе, вот, хочу вам объявить хорошую новость, я решил устроить неделю стримов, поэтому, наверное, большинство людей смотрит этот ролик именно в понедельник, поэтому знайте, неделя стримов уже началась. Ну а сегодня я рекомендую вам канал Аластера, на этом канале, в принципе, прикольное оформление, качественные видеоролики, и вообще, у этого чувака есть мечта добить тысячу подписчиков, поэтому давайте ему поможем и подпишемся по ссылке в описании. Ну и, в принципе, свершилось то, что я уже говорил еще 4 недели назад. Да здравствует карантин и дистанционка! Давненько я не записывал ролики про ресурспаки, поэтому давайте про РП мы поговорим чуть позже, но я нашел для вас очень классный РП, поэтому ролик досмотрите до конца, да и вообще, я сейчас много чего интересного расскажу, поэтому ролик досматривайте до конца. Ну и начнем с того, что, да, я предугадал то, что я рассказывал 4 недели назад. В общем-то, теперь я не хожу в школу, теперь я сижу на карантине. У меня сейчас 2 недели будет дистанционка, потому что в моем классе у человека обнаружили, сами знаете что, и, опять же, я это уже предугадал давно, я знал то, что так будет, и я не буду говорить это у одноклассника или у одноклассницы обнаружили, это, в принципе, без разницы. Главное то, что это есть, и теперь я, как уже и сказал, 2 недели на карантине. Я очень надеюсь, то, что через 2 недели, когда у нас закончится дистанционка, она начнется у нас снова, потому что я уже высказывал свое мнение насчет этого всего, уже рассказывал то, что государство вообще не понимает, что оно делает, отпуская детей в школу в самый разгар эпидемии. И я хочу вам сказать то, что я считаю, что самая жопа только начинается, и сейчас все будет только хуже и хуже, ну, если, как бы, нас не закроют на всеобщий карантин. Потому что, сами вдумайтесь, вот мой класс закрыли на карантин, но закрыли не всю школу на карантин, закрыли буквально несколько классов на карантин, где тоже у людей это обнаружили. Также несколько учителей тоже отлетели на больничный, потому что у них это обнаружили, но, по-хорошему, должны закрыть хотя бы, как минимум, всю школу на карантин. Но они, естественно, решили то, что такого делать не нужно. И поэтому, как бы, хоть я и сижу на карантине, сейчас все там в школе друг друга заражают, и я подозреваю то, что школа, конкретно моя, скоро полностью отлетит на карантин. Но, в принципе, про это мы уже узнаем скоро. И у меня есть очень хорошая новость для вас, поэтому я вам это расскажу в следующей катке. Кстати, я сделал 7 киллов, ничего себе жесткий. Так вот, прежде чем я продолжу рассказывать свое недовольство насчет этого всего и свои, так сказать, дальнейшие прогнозы, потому что, ну, все-таки, ну, блин, ну, ребята, ну, как бы, ну, 4 недели назад я сказал то, что будет жопа. Жопа уже начинается, как бы, поэтому можете мне поверить, в принципе. Вот, хочу вам объявить хорошую новость. Я решил устроить неделю стримов, поэтому, наверное, большинство людей смотрит этот ролик именно в понедельник. Поэтому, знайте, неделя стримов уже началась, потому что времени у меня теперь, в принципе, достаточно. Я, как бы, сижу у меня дистанционка, сижу все время дома, поэтому могу себе позволить, как бы, сейчас будет неделя стримов. Скорее всего, стримить я буду по вечерам, постараюсь стримить действительно каждый день, поэтому, опять же, всех жду. Приходите, как бы, на стримы по вечерам, вот, и у чела сила, пожалуйста, не убей меня. Так вот, сейчас я буду рассказывать свои дальнейшие прогнозы. Как я уже и сказал, вся жопа только началась. И если не закроют нас на карантин, все будет только хуже и хуже, потому что, сами вдумайтесь, логически. Просто вот подумайте. Если в моем классе человек заболел вот этим вот интересным делом, шучу, оно нихрена неинтересное, то он, в принципе, успел уже поконтактировать, допустим, с другим учителем, а другой учитель ведет уроки у другого класса, и поэтому он может быть переносчиком, и он может заразить, как бы, человека из другого класса. И так может заразиться вся школа, потом может заразиться, так, весь город, вся страна, планета, Марс, Юпитер. Ну да, в принципе, в прошлой катке я, конечно, загнул, на Марсе там никто не заболеет, но в любом случае, как минимум, вся школа заразиться может, это факт, потому что... Просто вот, ребята, сейчас сами вдумайтесь, вот, допустим, у вас там есть какой-то друг Петька, да, значит, вот у вас есть друг Петька, вы ходите в школу, вот он ваш одноклассник, вы там с ним прям хорошо дружите, но вы учтите то, что этот Петька, возможно, ему вообще, как бы, все равно на всякие там вот эти вот вирусы, ему все равно на все, и он ходит по всяким там торговым центрам, по всяким рынкам, ходит там без маски, и может он не болеет, может он себя хорошо чувствует, но при этом он может переносить эту дрянь, и вы, допустим, с ним поздороваетесь, пообщаетесь без маски, и хоть он не болеет, он это может переносить и может спокойно заразить вас. К сожалению, это факт, это, ну, типа, реально, это факт, и это очень грустно, это очень хреново, и поэтому полностью обезопаситься от этого всего невозможно, но я хочу вам сказать то, что самое страшное, что сейчас происходит, это то, что люди ходят в школу, потому что, блин, ну, вот, как я уже и сказал, один человек может заболеть и заразить так всех. Вот, и это очень грустно, но я очень рад то, что, как минимум, мой класс пошел на карантин, и несколько классов в моей школе, и я очень жду, пока сделают всеобщий карантин, потому что я не знаю, что они хотят, может, государство хочет, чтобы, не знаю, дети позаражали своих родителей, и много людей умерло, потому что от этого действительно люди могут умереть, и, ну, блин, это не секрет, может, они этого хотят, может, еще чего-то пострашнее, я не знаю. По крайней мере, как вы знаете, просто человек может переносить болезнь, сам, допустим, этим не болеть, но переносить может, это тоже факт. И если, допустим, детский организм это перенести может легче, самое страшное, перенести эту заразу в дом, потому что более, если человек более старше, он это может перенести более, как бы, с осложнениями, и, ну, это тоже, как бы, факт. И я, вообще, начал задумываться в последнее время насчет того, что, а как можно себя обезопасить от вот этого вот дела, и, вообще, как можно сделать так, чтобы шанс заболеть вот этой вот дрянью был, как бы, мал. Вот, и то, что говорят, нужно, там, носить маску, нужно, там, дезинфицировать руки, это, само собой, но та же маска не всегда может помочь. И я вам хочу сказать то, во что я сам до последнего не верил, но это действительно так. В общем-то, меня родители постоянно выгоняют на улицу, просто постоянно меня выгоняют, реально, постоянно мне говорят, Илья, иди гуляй, просто выгоняют меня из дома, и... Да, как бы это странно не звучало, и это правильно, потому что, когда вы гуляете, ваши легкие, ну, вентилируются, и, как бы, вот эта вот болезнь, к сожалению, она может навредить вашим легким, а если вы будете гулять, они будут вентилироваться, и от этого будет только лучше. Но, при этом, я хочу вам сказать то, что, если вы вышли там погулять на каком-то там базаре, где миллион людей, то, естественно, ну, лучше найти какое-то более нормальное место и там погулять. Ну, то есть, в моем случае, мне действительно повезло, потому что я живу, можно сказать, в лесу, и я, когда выхожу, у меня здесь, как бы, все свежо, и здесь людей толком нет, поэтому в моих условиях гулять, это очень хорошая идея, и... Да, также еще хочу сказать насчет того, что нужно правильно питаться, ну, ладно, про это я даже не буду вообще рассказывать, но если вы будете есть чеснок, то шанс того, что вы заболеете, тоже уменьшается, вы не поверите, вот, но чеснок я, естественно, не ем, потому что... Потому что я не знаю, как его можно есть, но это я вам просто так даю совет. Так, сейчас я еще вспомню, что я хотела рассказать, но... Сейчас хочу вкратце сказать насчет ресурспака. Да, РП очень классный, я уже не помню, вот, я помню это название, Вар 16х, я помню это название, но... Этот РП, наверное, был у меня давно, потом он у меня где-то делался, но РП очень красивый, ссылочка на него в описании, красивые мечи, красивая броня, партиклы красивые, Все очень классно, в принципе, РП мне нравится. Итак, я нашел последнего человека, и самое главное, что я вам хочу сказать, это то, что я очень надеюсь, что нас как можно скорее закроют на карантин, не потому что я не люблю школу, это само собой, а потому что я просто не хочу навредить себе и своим близким, и просто не хочу заболеть этой дрянью. Вот, и поэтому, да, и, естественно, не хочу, чтобы вы этим заболели, поэтому, как бы, берегите себя, своих близких, смотрите мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Так, а где... Ага, все, понял. Так, ну, чувак, я должен тебя убить. Все, спасибо всем огромное за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставьте свои комментарии. Всем пока-пока!